Теплообменник типа труба в трубе. Теплообменник типа труба в трубе решает задачи нагрева и охлаждения жидкостей. Используется данное оборудование как для промышленности, так и для бытовых условий. В качестве рабочих сред могут выступать жидкость, вода, пар, холодильные рассолы. Конструкция и принцип работы. Конструкция теплообменника труба в трубе состоит из двух труб U-образной формы различных диаметров. Трубка меньшего диаметра установлена внутри наружной трубы большего диаметра. Каждая из трубок последовательно соединяется между собой с помощью так называемых калачей. В результате образуются два контура теплообмена во внутренней трубе и межтрубном пространстве. Например, пар двигается в противоток жидкости. Изготавливаются в два вариантах исполнения, с приварными двойниками и со съемными. На сегодняшний день доступно несколько типов теплообменников труба в трубе. 1. Многопоточный разборный. 2. Двухтрубный. Многопоточный теплообменник. Данное оборудование по некоторым характеристикам схоже с кожухотрубным теплообменником типа, который также оснащен трубами с внутренней и внешней стороны. Один их конец остается подвижным, а другой плотно фиксируется. Чтобы в теплоносителе происходила циркуляция воздуха, теплообменники оснащены двумя наружными контурами и таким же количеством внутренних. Преимущества теплообменника подобного типа незаменим для эксплуатации в загрязненной среде, потому что для очистки данного оборудования и его ремонта не необходимости разбирать всю систему. Среди недостатков многопоточных теплообменников стоит отметить то, что разница входящей и выходящей температур не должна составлять более 150. Двухтрубный теплообменник. Другой вид теплообменника, труба в трубе, выпускается согласно ГОСТ 993078 и подходит для монтажа на площади не более 100 квадратных метров. Преимущество данного теплообменника. Скорость теплоносителя, позволяющая оставаться минимуму накипи на рабочих поверхностях и увеличивать скорость теплопередачи. Самый большой недостаток двухтрубного теплообменника – громоздкость конструкции. Какие данные нужны для подбора? Тепловой расчет для вычисления площади теплообмена. Конструктивный расчет для определения габаритов и основных элементов. Гидравлический расчет для определения давления и напора. Допустимые теплопотери. Максимальный расход среды. График температур погреющей и нагреваемой среде на входе и выходе. Тепловая нагрузка. Сферы применения. Нефтеперерабатывающая и добывающая промышленность для охлаждения нефти и газа. Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое отопление и горячее водоснабжение, пищевая и фармацевтическая промышленность, пастеризация растворов, молочных и пищевых продуктов. Преимущество. Надежность и долгий срок эксплуатации. Высокая турбулентность потоков, компактность, простота сервисного обслуживания и ремонта, использование жидких и парообразных рабочих сред.